Новое путешествие, новый автомобиль. Завтра с семьёй отправляемся в Карпаты в отпуск. И для этого путешествия, спасибо компании Suzuki, мне досталась Suzuki Vitara красного цвета с автоматической коробкой передач с турбированным мотором 1.4, на которой мы завтра и поедем. Проверим, насколько она хороша на трассе, как она выдержит карпатские дороги, там есть очень неприятные участки с гравием, как поместятся сюда все вещи и двое детей. Первое впечатление от машины, буквально 15 минут назад я её забрал, очень резвая по городу, приятная, довольно тихо работает двигатель, симпатичная внешне, манёвренная, из такого двора мне пришлось выезжать, очень узкого. Но вот салон, вроде бы всё в целом ничего, но в деталях тут пластик такой твёрдый, и на торпедо, и на дверях, здесь эти серебристые вставки, которые поцарапаются со временем. С другой стороны, современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а здесь опять же серый пластик, нет подлокотника в топовой комплектации, непонятно, как так может быть. То есть вот вопрос сбалансированности этого всего. Кожаные сидения с вставками тканевыми есть, а подлокотника почему-то нет. Руль довольно приятный, в коже, тоже с красной строчечкой под цвет автомобиля. Красные акценты есть ещё здесь. Такие вставки вокруг воздуховодов и часиков. Часики, конечно, прикольные. Такой закос под дорогие автомобили, у которых на торпедо обязательно должны быть часики. Не знаю, зачем они здесь, но есть. Воздуховоды. Вот я люблю такую конструкцию воздуховодов. Очень им удобно управлять и поворачивать в разные стороны поток воздуха. Никогда с такими прямыми решётками так не получается. Но на ощупь они тоже не очень. Здесь такая вставочка под металл, как будто... Ну, конечно, это никакой не металл. Чистая японская фишка, которую мне никогда не понять. Автоматический доводчик стекла только на водительской двери. Я не знаю, почему они так делают, но даже в Лексусе за 100 тысяч долларов у вас автодоводчик будет только на водительской двери. В этом нет никакой логики. Это стоит копейки, но почему-то они всегда делают так. Пытаюсь найти комфортное положение, пока не очень получается. Наклон спинки регулируется дискретно. Щелчок туда, щелчок сюда. Я больше люблю крутилки, которыми можно точнее выставить. А ещё лучше, конечно, электропривод. Но это не тот класс автомобиля. Но так вроде покомфортнее. Регулировок немного. Вверх-вниз. С подушка. Вперёд-назад. До спинка. Даже нет регулировки поясничной поддержки. Но си кресла такое как раз под меня. По ширине и по глубине мне нравится. Поддержка есть. Приятно. Пока первое ощущение кажется, что коротковата подушка. И у меня в дальней дороге будут ноги затекать. Но это мы посмотрим. Тяжело сказать сразу. Подвеска нравится. Только травмальные рельсы, ямы. Всё отрабатывает отлично. Сегодня город перекрытится репетицией парада. Приходится такими дворами пробираться оттуда, где взял машину домой. Ну, Витара пока справляется. Расход мне показывает, правда, 11 литров. Ну, я тут и проехал с момента сброса всего 2 километра. Поэтому не показать. Вдул Витари полный бак. И она показывает запас хода 429 километров. Не густо. А ехать-то мне 670 в одну сторону. Надеюсь, что всё-таки на трассе расход упадёт. И запас хода вырастет хотя бы до 600. Потому что как-то даже не смешно. У неё тут забак. Так, здесь написано какая-то фигня бесполезная. Здесь давление. Короче, дверь не открылась с этой стороны. Придётся в другой раз посмотреть, какой тут объём бака. Потому что тут, кажется, литров 45 всего. А возможно, даже и меньше. Сейчас предстоит настроить в этой прекрасной магнитоле, в которой нет подключенных телефонов и нет подключенных смартфонов. Почему-то по-разному решили определять. Подключить смартфон, собственно. Интересно, как это сделать. Я что-то боюсь. Багнитолы? Но попробую. Привет. Как дела? Ты сбоку? Да кто? Кто с тобой едет? Мама, папа и папа. А на ручках у тебя кто едет? Ляля. Ляля? Класс. Ты куда едешь? В Капаты. Ура! Ура! Подъезжаем кровно. Дорога, как обычно, здесь отличная. Стал себе на крулиз и едем. Я еду 120. Быстрее мне что-то не очень комфортно, шумно. Средний расход 7,6 литра бензина на 100 километров. Многовато, конечно, как для мотора 1,4. То есть, я примерно так и предполагал. Но по современным меркам для 1,4 турбированного двигателя расход, как по мне, великоват. Можно было сделать двигатели поэкономичнее. Небольшой участок вокруг Житомера, где были обгоны. Двигатель очень приемистый, мощности хватает. Вообще без проблем, чтобы обгонять и с места, и с разбона, как хочешь. Немножко машина шумновато. От арок особенно слышен шум. Если только меняется покрытие, то сразу это все слышно в салоне. Иногда даже кажется, что что-то с колесами не так, что-то приспускает или что. Потому что шлепает очень громко. Шумоизоляцию, по большому счету, не завезли вообще. Еще отмечу, что машина парусная. Когда разминаешься с фурой, или тебя кто-то обгоняет на большой скорости, то покачивает ощутимо. Ну, в целом для кроссовера, наверное, это нормально. Чем больше еду, тем больше мне нравится гитара. Она какая-то честная, прикольная. Не пытается казаться чем-то таким, чем она не является. Очень внешне симпатичная, хотя вот некоторый диссонанс не наблюдается с тем, что колеса, кажется, меньше, чем хотелось бы для такого кузова. При том, что это старшая комплектация на модных черных дисках. Кстати, за дополнительные 10 тысяч гривен вам еще крышу покрасит в другой цвет. Можно сделать красный, черный или другие контрастные цвета. Таких машин по Киеву довольно много. Коричневый с бежевым тоже прикольно смотрится. Она хорошо едет, приятная на ходу. Правда, пока еще везде были очень хорошие дороги. Сейчас посмотрим во Львовской области, уже ближе к точке назначения, будет и гравий, и ямы, и все на свете. Посмотрим, как там себя подвеска поведет. Расход таки держится на уровне 7,6-7,5. В принципе, нормально. Да, я придираюсь, конечно, что много. Хотя в городе вот 9,5-10. И это, конечно, больше, чем я бы хотел для современного автомобиля. Но Витара современная только, наверное, внешне, потому что Сузуки как компания развивается довольно медленно, и медленнее других автопроизводителей. И здесь внутри по интерьеру очень много решений, которые пришли к нам где-то из 2008 года, из тех времен. Все, наконец-то приехали. Последние 15 километров дороги, блин, самые ужасные. Грунт, гравий, ямы, что попало. Но, к счастью, Витара справилась отлично. В прошлом году мы сюда приезжали на Рено Эспас, и Эспас менее комфортен был. Здесь можно валить 60 и прекрасно себя чувствовать. Все, наконец-то отдых, отпуск, ура! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ура! Мы здесь уже второй раз. В прошлом году тоже здесь отдыхали по наводке знакомых из Твиттера, и жили в домике в самом верхнем и вверху. Куча ступенек, каждый день туда-обратно по 3-4 раза. То, что надо, отличная зарядка. А в этом году живем в большом двухэтажном с той стороны. Тоже на склоне, тоже приходится все время подниматься, но в качестве компенсации за это отличный вид из окна. Нет ничего лучше, чем качаться здесь в гамаке с чашечкой кофе с утра и смотреть вдаль на горы. Субтитры Алексею Дубровскому! КОНЕЦ Кто не успел подтянуться, того позорно тащат на веревочке. КОНЕЦ КОНЕЦ Решили разбавить отдых культурной программой, поехали в Мистов Фортет Сюктурсе. Начали с музея, в котором есть реконструкция самой крепости, какой она, возможно, когда-то была на основании археологических открытий. А теперь пойдем непосредственно к самой крепости. Я тут неделю назад уже был, копался на велике и приезжали мы с товарищем. А теперь приехал с семьей и с друзьями. Мы в прошлый раз в музей не заходили, посмотрели только на остатки крепости. Так как там, по большому счету, ничего не осталось, то мало что понятно. Если зайти в музей, посмотреть реконструкцию, то потом будет гораздо интереснее подняться наверх на скалы и представить себе, какой была крепость в 13-14 веке, когда она там существовала. Вот, собственно, и сами остатки крепости Тустанской. Только скалы, к сожалению, сохранились. Здесь вокруг везде была крепость, которую можно видеть на реконструкции. Мой вам совет – приезжать сюда в будний день, потому что на выходных очень много людей. Экскурсия входит во входной билет. Экскурсии каждые 40-45 минут. Лучше дождаться экскурсовода и пойти вместе с экскурсоводом, потому что сам ходишь как дурак, ничего не понятно, что здесь было, как здесь было. Экскурсовод все интересно рассказывает, и можно действительно представить себе, как выглядела крепость 500 и 600 лет назад. То есть тебе подобается фортеца? Да, подобается. Классно? Классно. Секаво-то бедут. Секаво. У меня за спиной место, которое просто нельзя пропустить. Если вы будете в Тудстане, вот туда направо обязательно надо зайти поездить. Лучший сервис в Карпатах, по-моему. Выглядит довольно стрёмно, там клеенчатые столы и всё такое, но кормят очень вкусно, а сервис, повторюсь, лучший в Карпатах. Эта комплектация стоит 685 тысяч гривен, это уже вызывает вопросы, потому что пока это недорогой, симпатичный кроссовер, понятно, почему люди его покупают. На 685 тысяч это уже цена даже не младшая, а, наверное, средней комплектации Kia Sportage. И Sportage выглядит посовременнее, технология у него поинтереснее, за эти же деньги предлагается с дизелем. Здесь турбированный мотор, да, он приятный, он динамичный, но расход под 8 литров на трассе меня, например, напрягает. Я бы предпочёл какой-то более экономичный дизель. Интересно, что в Suzuki на сайте эту машину называют инновационной. Как по мне, инновационного здесь только турбированный мотор, если в 2017 году можно назвать это инновацией, и неплохая мультимедийная система. В остальном, особых инноваций я здесь не вижу. Довольно много элементов в машине, которые вызывают мысли об экономии. Например, вот эти кнопки наверняка используются во всех машинах Suzuki последние лет 10, если не больше. Равно, как и эти переключатели подогрева сидений. То есть, да, как бы, Suzuki стараются, и думаю, все время не понятно, что получается так, как получается. Что понравилось, что мотор работает очень тихо, и на холостых оборотах я несколько раз думал, что в машине есть система старт-соп, потому что реально на холостых двигателя практически не слышно. Когда едешь и останавливаешься, особенно если едешь по трассе, и вдруг где-то останавливаешься и не глушишь двигатель, то некоторое время тут спустя начинаешь думать, что машина сама его заглушила. Сначала кажется, что машина шумновато, но надо сказать, что вот этот предел шума, который ты сначала замечаешь, он на этом уровне и остается. И в дальней дороге акустический комфорт очень неплохой. Вообще ни разу не пожалел, что в Карпаты решил ехать на Витаре. По местным гравийным дорогам она валит просто отлично. В прошлый раз я ездил на Renault Espace в топовой комплектации на 19-х дисках, и это было мучение, потому что по этим дорогам больше 20 км в час ездить было невозможно. Витара валит 50-60 вообще без проблем. Отличная машина для подобного рода дорог. Комплектация с полным приводом All Grip. Можно побаловаться, поездить, заехать в русло реки или еще куда-нибудь. Но понятно, что это не внедорожник, и это полный привод, который может тебя выручить в непростой ситуации, но это совсем не значит, что можно строить из себя крутого джипера. К креслу довольно быстро я привык, и почти 700 км в пути прошли для спины и остальных частей тела очень безболезненно. Один раз начали подзатекать ноги, но стоило приподнять сидение на несколько сантиметров выше, и все стало вообще прекрасно. Самый большой, пожалуй, нюанс по эргономике дальних поездок, это, конечно, отсутствие подлокотника. Все-таки в топовую комплектацию можно было какой-нибудь подлокотник и поставить. Но радует, что хотя бы круиз есть, потому что без круиза в дальняке совсем грустно. Он довольно простенький, только одна установка скорости и возможность вернуться к той скорости, на которой ты ехал до последнего торможения. Но, тем не менее, любой круиз лучше, чем отсутствие круиза. За это спасибо. Порадовали большие карманы в дверях, что тоже важно как для повседневной езды, так и для дальних поездок. Сюда без проблем становится большая бутылка, можно еще что-нибудь положить. И такая же большая бутылка снова же может встать и в карман задней двери. Места сзади довольно много, а за мной при росте 187 см без проблем может сесть взрослый пассажир, ну а ребенку в кресле и вовсе комфортно. Правда, при желании он может заменять водителю отсутствующий массаж спины и поясничную поддержку, разминая спину ногами сквозь спинку кресла. Он вмастился назад, а то бывает назад и не сядешь в тестовой машине. Места над головой достаточно, посадка такая вертикальная, но не слишком довольно комфортная. Хватает места для ног, я даже не упираюсь коленями, и это кресло стоит практически так же, как водительское. И есть куда спрятать ноги внизу. Не бывает, что здесь совсем мало места. В принципе, нормально, я думаю, что в дальней дороге здесь взрослому будет вполне комфортно. Есть ручка, за которой можно подержаться, если становится страшно. Подлокотник, подголовник нормальный. Вот центрального подлокотника тоже нет. И вот эта часть отдельно тоже не опускается, только вместе со всеми двумя-третьями спинки. То есть вот эта часть отдельно опускается и вот эта часть целиком. Бывает, что иногда в машинах здесь есть подлокотник, а иногда вот эта вся центральная часть вот так опрокидывается, чтобы положить что-то длинное, либо используется в качестве подлокотника. Но здесь ничего такого нет. Багажник у Витары больше, чем может показаться, когда смотришь на машину снаружи. Я опасался, что ничего сюда не влезет, вещей у нас была куча. Но сняв верхнюю полку, не пришлось даже паковать под потолок. В принципе, все нормально стало. Из приятных фишек здесь есть еще такой фальшфол, который можно поднять повыше и разделить пространство на две части. Останется где-то 10 сантиметров. Или опустить его вниз и использовать весь доступный запас. Вот еще вот так можно установить, чтобы не мешал. И под полом докатка. Приятно, что... Ну, на мой взгляд, приятно, что не положили полноценную запаску, а положили докатку и тем самым дали еще вот это вот пространство использовать для багажника. Здесь еще такие вот есть разделители. Можно поставить канистру или положить какие-то полезные штуки. А если кладешь туда габаритное, то их можно убирать. Правда, замечу, что на плохой дороге вот это разбалтывается. И они в багажнике начинают дребезжать. Естественно, спинки можно откинуть. Ровный пол не получается. Но пространство багажника таким образом расширить можно. Для перевозки чего-то габаритного. Видно, да, что я ездил по весьма пыльным дорогам. Никакого модного особенного доступа в багажник здесь нет. Все просто открываешь здесь. Можно, так как в машине есть бесключевой доступ, можно подойти, открыть только багажник. При этом все двери останутся заблокированы. Объектив камеры заднего вида, естественно, пачкается. Но даже на такой пыльной машине камера продолжает работать и видно, что происходит сзади. Не могу сказать, что Витара прям классная-классная. Но в целом за неделю, которую я с ней провел, она мне все больше нравится внешне. И я готов мириться, наверное, с тем, что салон не идеальный. Он неплохой, но не идеальный. Есть нюансы, которые можно было бы сделать лучше. В первую очередь это касается материала. Но в целом машинка симпатичная. Теперь я понимаю, почему их довольно много в городе. И люди выбирают этот автомобиль, несмотря на то, что в данном классе предложение очень большое. Есть машины гораздо более технологичные и современные, чем Витара. Конечно, я рекомендую смотреть в первую очередь на версию с турбированным двигателем. Потому что 1.6 атмосферник это довольно слабый мотор для такой машины. Будет тяжело на трассе с обгонами и со всем остальным. Но, с другой стороны, мне доводилось ездить на Qashqai с 1.6 атмосферником. Доводилось ездить на том же Sportage с атмосферником 1.6. Да, это не огонь, но ездить можно. Но для комфортного, классного драйва, от которого вы будете получать удовольствие. Не будете думать о том, что пожалели денег и не купили более мощный мотор. Конечно, особенно с автоматической коробкой передач лучше выбирать турбированный двигатель. Комфортный двигатель 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 Комфортный shutting Мой любимый замок Украинских подгорцев. Самый красивый, самый классный. Жалко, что в самом плохом состоянии, но с самым шикарным видом. Потрясающий вид самой высокой точки вала Золочевского замка. Пятиэтажки, домики. Класс! Я вернулся в Киеве, очень сильно об этом жалею. Очень тяжело, потому что почти двух недель в Карпатах. Сначала на велосипеде, а потом в отпуске с семьей. Опять вот это вот все, эти машины, эти люди, эти дороги конченые. Ненавижу. Не повторяйте моих ошибок. Не возвращайтесь из отпуска. На паршивых киевских дорогах Витару ощутимо потряхивает. Особого комфорта нет. Но в этом, конечно, больше виноваты дороги, чем Витара. Даже в Карпатах, по-моему, было комфортнее по гравийкам ездить, чем здесь. Расход 10 литров. Все-таки в городе, как в городе. Если только начинаешь наступать, то все 11. Автомат нормально работает, можно ездить, комфортно. Скажу, что в целом мне машина понравилась. Она симпатичная внешне. Внутри, конечно, не так все хорошо. Но если устраивает цена, то на Витару вполне можно смотреть. Хороший мотор, хорошая коробка, хорошая в целом подвеска. Есть нюансы по эргономике. Подлокотника мне все-таки очень сильно не хватает. Это сенсорная магнитола, на которой я громкость таки не могу регулировать. Я все время только на руле это дело. Говорят, что Сузуки хвалят за надежность. Не знаю, я не могу сказать да или нет, потому что не владел никогда Сузуки. Никакой статистики по этому поводу у меня нет. Наверное, все-таки надо дышать неровно к Сузуке, чтобы купить именно Витару, а не какого-нибудь корейца. Ну, если бренд вам нравится и машина нравится, то Витара С это тот автомобиль, на который стоит посмотреть. Скажи, надо пробегать видеоблогерами или нет? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok